Всем привет, начинаем наш стрим по строительству, наконец-то мы будем строить храм. Я их все-таки перевезла в новый город, потому что тут большой лот 50 на 50 есть, вот, а в Глимбербруке, в принципе, мне там окружение нравилось, но там лот совсем небольшенький тот. Там, по-моему, были в Глимбербруке и покрупнее лоты, но, короче, решила, я уже тут попробую, тут, в принципе, ничего такого местечка для храма, и мы будем с вами, я напоминаю, что мы тут живем вот этим замечательным семейством, это Настануки, Карп, Китсуны, Аками, Волк, короче, и Журавль, как тебя там, Суру, Суру, вот, и мы будем делать целый, наверное, храмовый комплекс, то есть, вот, что-то такого плана, короче, вот, такого плана, что-то, не знаю, что из этого получится, сегодня поковыряемся, сколько доковыряемся, столько доковыряемся, вот, в общем, нечто такого вида, вот, не знаю, я не очень разбираюсь в японских храмах, как вы можете догадаться, но мне очень интересно что-нибудь такое сделать, ну, они, в принципе, вот, у них как-то, да, так вот, заборчик, лесенка, там здание, тут здание, то есть, у них есть отдельно стоящие такие вот, а есть вот такие более комплексные вещи, вот, в общем, будем что-то такое делать, и пока мы начинаем, я вам сразу скажу про... про... про что? А, я вам сначала коды введу, я вам скажу сразу про сейв с Силормун, который, короче, все плохо, он баганулся, вот, раз, ой, блин, не тот на самом деле код, ну ладно, фиг с ним, пускай тоже будет, короче, ну, для успокоения сразу скажу, что у меня есть сейв перед этим, у меня есть сейв перед переездом, вот, я после переезда новую сейв сделала, и это было очень удачное решение, потому что там что-то баганулось, и вот в четверг в 11 часов просто все, игра превращается в тыкву, то есть, неважно, на каком ты лоте, за кого ты играешь, просто в четверг в 11 часов, игра замирает, и ничего не происходит, вот, я сегодня раз 6, по-моему, пробовала с разными комбинациями на разных лотах, короче, ничего не помогает, это допы в этом не виноваты, потому что сейв предыдущий с теми же самыми допами, и все хорошо работает, я даже до этого же дня домотала, 3 дня сидела мотала, чтобы проверить на всякий случай, как бы, ну, в общем, придется их еще раз перевозить, если ничего не починят, сегодня уже был один багфикс, ну, в общем, если, как бы, ничего не поменяется, то, таки пироги, и нам, наверное, надо сделать ландшафт, то есть, нам, наверное, надо сделать, типа, холм, как у них там идет, так что вот так вот, привет, кто подоходит, надеюсь, сегодня бага сим отпустят, ну, как бы, в общем, да, то есть, там баганулся конкретный сейв, почему он баганулся, я не знаю, в чем причина, вот, так что, если ничего не починят, а вряд ли что-то починят, ну, в плане, ну, конкретно у меня, у меня-то ничего не починят, да, вот, то надо будет переиграть, если получится за кадром, если не получится, то, может быть, будет технический стрим по переигрыванию и все такое, вот, вкратце, вот, приложение ВК кранжовое, приложение ВК очень, короче, нам надо вот это возвышение, а мы сможем такие откосы сделать, вот, меня интересует, я просто смотрю на вот эту фотку, и вот я хочу сделать такой же подъем с лестницей, и я думаю, мне это делать, ну, надо, давайте попытаемся ландшафтом изобразить, короче, вот, просто можно ли там такой прям скос сделать, и, наверное, лучше располагать, а, 50 на 50, он же одинаковый, чай-то, блин, он же одинаковый, Михалыч, так, изменение ландшафта, всем привет, да, короче, такие пироги, приложение ВК, да, оно какое-то супер-мега-детское, ну, в смысле, там какие-то и вопросы такие супер-простенькие, и статусы ВКонтакте супер-таки какие-то, мама, палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек, вот, поэтому, как бы, так, что-то мне это не нравится, а можно как-то их... все, подождите, я с ландшафтом особо не работала, а можно плоской, плоский подъем, а, вот, можно потом сделать сглаживание, да, выровнять по высоте, господи, как, а, вот, можно, наверное, сделать, изменить скорость, сейчас мы с вами что-нибудь намутим, потому что мне надо возвышение, но не пикообразное, пикообразное, необходимое, так, что-то еще можно покрутить, плавность, во, да, ой, нет, а что, а что за эти самые, не, ну, в принципе, нам, конечно, примерно так и надо, только я хотела лестницу... Подождите, а если лестницу в это встраивать? Я просто реально с ландшафтом, по-моему, первый раз что-то строю, поэтому... Сорян, я такая сегодня буду, а что, так можно было? Ну, в принципе, она встраивается. Хм, может, на таком и это самое? Как бы вперед-взад будут эти самые... Вперед-взад будут эти самые... А две лестницы можно? Ой. А, ну вот так будет. Просто я могу это, конечно, на коробках тупо построить, без ландшафта. Да, у нас будет очень большой подвал. Так. Сейчас сейчас вот этим и закончится. Что у нас будет очень большой подвал. То есть, видите, она как бы коробка-коробка-коробка погоняет, это как бы будет второй этаж внизу. Ну, это если вот коробочным способом, потому что как сделать откос на ландшафте, я хз. Так, давайте еще попробуем. Ничего еще не пропустили. Понимаю, как бы рассчитан на детскую аудиторию. Продолжение очень детское. По закону ВК вроде 14 можно регистрироваться. Вот для кого это непонятно. Пирамиды Майи, точно. Ну да, сегодня деревья падали, света не было. Ветер, что ли, сильный был? Так, а если, короче, подождите. Если взять все-таки нормальную, сделать... А, так, стоп. Это я что сделаю? Это я вот это? Короче, сделать... Дальше немножко подальше вот так. Сделать, короче, Такую дуру. Блин, все равно она как-то... То есть мне надо вот так делать, Даже заходя за границу. И это самое. А теперь сглаживание и... Моя женщина. А можно ли теперь пониже? Ладно, короче, можно просто немножко поднять. Сейчас мы заодно научимся пользоваться ландшафтами инструментами. Можно, короче, немножко поднять, Потом взять инструмент сглаживания и сгладить. Так, ага. Ага, ну то есть, короче, сейчас... Сейчас я, наверное, нравлюсь этим пользоваться. То есть, короче, можно сделать вот так тогда. Так. Мы буквально... Раз, два, три, четыре. Так. Теперь мы берем этот... Это же сглаживаем. Вот так, раз. И, в принципе, у нас получается искомая конструкция. Только она, наверное, все равно как-то крупновата. Да, давайте все то же самое, Мы только квадрат поменьше возьмем. А то нам же еще нужны другие комплексы, А не только этот храм на возвышенности. Не понял. А, стоп. Это я сглаживаю. Это я сглаживаю то, чего нет. Пустые скользкие улицы, как Владивосток, пережил первый день непогоды. Ну, давайте. Ну, короче, снег выпал. Понятно. Переживайте. Боритесь. Полдня сегодня занималась сантами. Устала, что-то. Пойду налью чаек. Сантами? Ура. Да, храм будет. Да, конечно. Ледяной апокалипсис. Короче, выделяйте ник, если чего. То я так уличена этой стройкой. Не снег, а лед. Лед. Лед выпал. Так. Теперь мы берем... Я вчера арт сидела там, скетчила. И там такая локация. Если знаете Якогаму в Японии. Вот. Типа такой. И я как раз вспомнила, что у меня как раз, ну, в Якогаме типа такого ландшафта. Ну, то есть... Якогаму это насыпной остров в Токио. И, то есть, там есть, ну, очень резкий переход между небоскропами и водой. Вот мне нужна была такая локация. Я в гугл-мапсе сижу такая, подбираю, ну, примерные виды, как там лучше это самое. Можно за основу что взять. Вот. И Крис такой, что, Владивосток? Я говорю, нет, это Якогаму. Япония. Да. Вот сколько это этажей? Тут один этаж или два? Дайте-ка мне коробку рядом. Сильно высоко или нет? Хм, в принципе, норм, наверное. В принципе, наверное, норм. Или чуть-чуть пониже. Наверное, чуть-чуть пониже. А, его, если что, можно искушить, да? То есть, его можно, как бы, опустить. О. Хм, прикольно. Так. А, нет, он как-то... Нет, это не так. Он выпускается с углублением. Так что, нет, просто поднимать надо не так высоко. Ща. Нам главное вот эту основу сделать. Дальше попробую проще. Так. Значит, чуть поменьше. Так. Нам буквально один лестничный пролёт надо. Может, похоже. Так. Теперь мы берём лестницу. Ну, стыкиваем. Так. Читает. И? А чё она так странно делается? Короче, сейчас я ещё помаюсь, потом плюну и сделаю на коробку. А, вот, можно... Блин, как-то коряво. А, ну хотя тут можно стеной обнести же. Вот. Чё вот это... Почему нельзя так сделать? О, получилось. О, получилось. Оно вставилось. Оно вставилось. Прикиньте, оно вставилось. Какая радость. Так, давайте сохранимся. Вы сделали курганчик. Тайный сант у меня их два просто. А, да, кстати, тайный сант. У меня записано. Хорошо жить на юге. Типа у вас там снега не бывает. Приложение действительно кринжатина. Ну, оно не то, что кринжатина, оно просто очень, 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 очень чебедецкое. Супер чебедецкое. Вообще просто 10 из 10 чебедецкое. Так, а я могу склон в камень сделать? Или это слишком шикарно? Земля только земля может быть, интересно. Так. Если я не хочу землю, если я хочу камень. Шо мне теперь? Стенками обносить? Как-то следующее. Видите, оно... Вот эту землю, оно не красит. А почему оно не красит землю? Что такое? Что-то еще есть. Сгладить ландшафт, выровнять по высоте. Делается площадь. Вот это было. Ха-ха-ха-ха-ха. Внезапно. Сегодня мы играемся с ландшафтом. Ну что, уже все? Уже можно на коробке переходить? Или еще помучаемся? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Они поднимутся по такой лестнице? Не, если лестница поставилась, по ней подняться можно. Похоже, это Sims. Сейчас у меня слезы не застримы. Там маски можно примерить. Еще и маски вам примерять. Так, слезы не застримы. Так, слезы не застримы. Так, слезы не застримы. Ну, это, конечно, прикольно. Блин, ну все бы было проще, если просто можно было скос покрасить. Короче, сейчас нафиг просто все снесем. И сделаем как-то самое. Сделаем коробками. Потому что, блин, я пыталась. Ну, что-то оно... Вот, хотя бы, если бы такие каменные скосы можно было бы сделать. То, блин, вообще ни туда, ни сюда. Как-то не очень. Мягко говоря. Короче, в баню сносим, делаем коробками. Будет у нас большой подвальный помещений. Которым ничего не будет. Ну, то есть я хочу сделать вот возвышенность, лестницу. И на нем вот уже эти самые. А перед возвышенностью, соответственно, я хочу сделать... Ту самую. Ворота. То есть, ну, у них скос четкий и каменный. Нет у них там вот этой фигни никакой. Понапридумывают. Всякую дичь. Короче, все. Я пыталась. Гам, но ваш ландшафт... Так и запишите. Но я поняла, как вот такую штучку сделать, да. Классно. Ага. Понятно. Ничего не было. Так, мне нужны стены. Короче, тогда делаем нормально. Приложение вынуждает отвечать не так, как ты хочешь. А то... Чибинека, водный лучик, полный отстой. Что? А, в Геншине потестила персонажей. Ледяной чел, который переключается с лучника на ближний бой. Такой крутой хотеть. Чибинека, полный отстой. Ну, я, кстати, их не тестила. Терталь я мне выпал. Который мальчик. А Нека мне так и не выпала. Ну, как бы, толку все равно их не раскачаешь. Фан Перса. Да, кстати, Фан Перса мне очень понравилось, что можно только перекраски из главной шестерки делать. Очень, знаете, классно в кавычках. В общем, нам надо. Значит, мы делаем общую возвышенность, где будут именно храмы. Давайте пошире. Внизу мы сделаем, типа, деревья, там, вот это все. Значит, это у нас, типа... Это то, что должно было быть вместо холма? Да ты подвинься. Да ты че? Че такой дерзкий? Он не двигается, вы видали? Так, значит, даже еще пошире, наверное. Хотя нет. Хотя нет, нет. Тут мы сделаем две пристроечки, чтобы лестницу вставить. Не понял. Все сложно. Так. Тут мы вбомбим лестницу. Наверное. Если она вбомбится, конечно же. Кстати, можно, наверное... Все шире. Вбомбиться тут лестница, как вы думаете? А, можно, кстати, вот выровнять по... Так, что-то жирное. Зерный, зерный, зерный. Какой спасозерный. А, кстати, где эта моя... Вот эта... Не дура, а лошадь. Наша, который мне Пупер помогал выкачивать. Сейчас. Это у нас украшение. Статуи, по-моему, было. Вот. Какое тут оно ширины? Нам же надо вратата поставить. Изначально. И вот этих вот китсуна раскидать. Так, что там еще было? Кроме ворот еще... А, деревья. Ну, деревья мы, в принципе... А, тут деревья с этими повязочками. Да, точно. Деревья с повязочками. С повязочками. С повязочками и завязочками. Кстати, вот мне интересно. Мне интересно, знаете что? И если... Кстати, мост еще куда-нибудь тут можно потом сделать. Во-первых, вот тут, наверное, еще уже. Да, нормально. Мне интересно, если вбить код на Living Object, все-таки... Покажут мне их? Что-то, да, изменилось, да? Можно ли отсюда вытащить? Кстати, у нас тут есть горный алтарь, фонтан, вывески. Каменный фонарик. Вот эту штуку можно, знаете, присобачить. Так. Мне интересно, из режима... Фиг вам. Фиг вам они из режима. Что мы строим? Просто наиболевание. Вот это. Вот это. Мы строим вот это. Так. В Геншине там мальчик с рыжими волосами. Это водяной тарталья. Девочка Чиби. Лучница. Это она ледяная. Это Диона. Это чудо-здание, да. Из Мэджик. Разве тарталья лед? Нет, тарталья вода. Я сегодня, кстати, еще не заходила. К-к-к-к, короче. Диона. Ум... Вот. Вот. Собственно. Вот это мне и надо. Это внутриигровые, которые. Вот. То есть... А, ну, это тоже оставим. Вот. Это поворот. А, насколько она далеко там стоит? То есть, Living Object все-таки работают. Коряво, но работают. Она стоит настолько, что тут перед этим самым помещается еще здание. То есть, на самом деле, вот здесь можно еще по зданию совпихнуть. То есть, вот это все можно сделать... Чуть-чуть. Вот так. Вот это тоже чуть-чуть подтянуть, чтобы в предбаннике тут еще влезла по зданию. То есть, вот, чтобы вот тут еще что-то влезло. А именно, кстати, тут еще мы можем впихнуть вот такие. Нифига себе. Это не дура, это лошадь. Две давайте. Я потом раскидаю. Так. Ну, наверное, мы возьмем красненькую. Вагон. Надо вагон метро? Мост. Помните, как мы выкачивали мост? А теперь у нас есть мост в игре самой. Кто ж знал, как говорится, когда мы это делали, кто ж знал, что оно так будет? Никто не знал. Это что? Фига себе красивая какая. Так, дальше ворота. Прикольно. Вот, кстати. Интересно. Вот, вот цветовые меняются. Ну, такой же, да, есть? Да. Можно не ставить. Так. Что это? Какая-то заправочная. Не, я хотела спросить, а есть ли тут у вас эти... Доска, на которой вешают. О, кстати. Это что у нас? Да, понятно. Пойдет. Все равно берем. Штучка, на которой... Лестница. Да мы можем скоммуниздить настоящую лестницу. Прикол. То есть, тут под высокий стены расчет? Мы скоммуниздили настоящую лестницу храма. А че она такая узкая? Дабл лестница. Ну, ладно. Допустим. ЖД-мост. Надо. Так. Да я, собственно, ищу с табличками-то эту дурочку. Которые желание загадывают. А это что такое? Это этот самый. Еще маленькие штучки. Маленькие мосты. Мосточки. Камешки. Так. Жапанизмоз. Да. Кстати, прикольный. Слушайте, где это все было, когда мы волку пищи... Гор делали? Вот один поставил камень и все. Помните, мы там полстрима обкладывали год назад? Тут один камушек поставил и все, красавчик. Так, такие штучки есть. Это что? Непонятно. Вот. Все. Я сделал. Расходимся. Стихи перепутала. На плойке играть за дальний бой вообще нереально. У меня огонь только дальнего боя и все. Огонь часто нужен, блин. Ну, вот, на самом деле, вроде, на ПК целиться луком тоже не так-то просто. Смотрите, какие классные. Блин, где это все было, когда мы норы делали? Короче, я сама не играла, но Крис сказал, что когда он тестил на ПК Геншин, там... В общем, не так просто, как мышкой в шутерах целишься луком. Там тоже курсор такой плавающий несколько, и, ну, как бы, если... С непривычки тоже неудобно, что там, что там, но на консоли он, допустим, стреляет отлично. Вот. Я? Я нигде хорошо не стреляю. У меня... Я криворукович, поэтому я за лучников вообще не играю. Ни так, ни сяк, и... Мне без разницы есть там, нету. Вот. Но, да, я очень была рада Сянлин, потому что это огонь, и это огонь, который не лук. С луками у меня вообще все плохо. Я пока просто выставляю, потому что это... Это режим отладки, я не смогу дублицировать их. Итак, я все еще пытаюсь найти... Я все еще пытаюсь найти штучку, куда вешать желание. Вот это вот. Вот эти вот такие еще мосты есть навесные. Электростолбы. Решетки, да, типа... Осторожно, обвал. Мостики. Ммм, ягодь, пойди, как красиво. Так что, нету, что ли, ее? Вы троллите меня? Вы не видите эту штуку? Автоматы. Так, ну это режим стройки обычный. Что, реально нету, да? Тебя поближе подъеду. Как так? Залучников не играю. Просто получается, что она тупо занимает слот в отряде, чтобы поджигать всякие штуки. Хельга, ты же знаешь, что там можно иметь больше одного отряда и что их можно переключать при надобности? Допустим, иметь один отряд для боя, один для разведки местности. Бамбук. Прикольно. Динозавр? Там лестница из игры пошире была. Сейчас, подожди. Сейчас попробуем пошире найти. Где-то там лестницы были. Сейчас мы до них дойдем. Я пытаюсь все это найти. Ну ты прям подстава, подстав. Да такая же ж. Это пониже была. Это не пошире, а пониже. То есть Вот эта лестница более высокая, а эта такая же, но более низкая. А так они совершенно идентичные. Причем она такая какая-то корявая. Она не поширеет. Она просто визуально так кажется, потому что она ниже. Что это? Ой. Смотрите, фонарики. Прикольно. Это, наверное, с этих... С фестивалей. Я уже стыкаю все подряд, чтобы... Если вдруг пропущу. О, табличка. Снег. Моего окна. Есть он или нет? А, тут еще ниже есть. О, подождите. Может тут будет... Вот она! Я ее нашла! Ес! Ну, слава тебе, господи, нашлась эта штука. Даже две давайте возьмем. То я уже переживала, что фиг вам они... О, кстати, смотрите, какой заброшенный. Сейчас мы тут сделаем свой храм с Блэк Джеком и всем остальным. Так. Что тут еще прикольного есть? Это доски. Так, ну это все для снегоходов. Снегопадов, снегоходов. Обезьян. Обойдемся. Смотрите, тут с ледом, со льдом. Еще один обезьян. Они разные? Чем они отличаются цветом? А, реально цветом. Прикольно. Ну, мне красненькие классические больше нравятся. А вот надгробия тут тоже разные, смотрите. Есть надгробия такие ковальненькие, а есть такие более хорошие. Шимхом. А. Блин. Ну ладно, пускай тогда такие будут, раз эти дропаются в половине случая. Бесит переключать? Ну, бесит, да. Меня тоже бесит. А что поделать? Потому что... О, огонь надо часто для разведки и для всего прочего. Но за ученицу я тоже играть не могу. А в некоторых случаях вот у меня есть Сянлин, которая с копейщицы-лучница. Вот. Но в некоторых случаях надо именно лук. Вот. Ты хоть и тресни, но в игре есть ситуация, где только лук можно взять. Вот. И это, конечно, бесит. Ну, вроде все интересное мы с вами выцепили. Давайте что-то из этого собирать. Так, значит... Что мы с вами собираем? Мы с вами собираем... Вот эти штуки стоят обычно наверху. Обычно здесь идет... Сам а-ля храм. Сама вот там, где колокольчик висит, вот это все. Нет. Короче, вот эта сама штука, где подходит молиться. Давайте-ка тут, наверное, тоже средние стены будут. Потом... Сейчас картинку открою. Как вот эти штуки? Значит, ворота, от ворот дорожка вдоль, рядом с этой самой стоят... Ну, что, поставим, короче. Здесь вот по зданицу, там по зданицу. А насчет двора... Сейчас. Вот эти вот, где завязывать, там, по-моему, по бокам обычно ставятся. Есть у вас внутренний двор где-нибудь? Ну, это высокие, у нас будут низкие, мы не такие же жаробасики. Блин, а... Вот реально внутренний двор где-нибудь. Фотки есть? Сейчас пойдем на Google Maps просто. Изучать достопримечательности. Храмовый комплекс Тасягу. Сейчас, походьте. Мне просто, ну, как бы расположение где стоят. Интересно, на территории храмов можно снимать? Или нельзя? Сейчас. Продолжение следует... Путите меня... Путите меня в храм... Путите меня в храм... Мне срочно надо посмотреть, с какой стороны что ставят... Если ты в жизни серьёзно организована, то не значит, что надо быть такое постоянно... Чё вы там обсуждаете? Пришёл сообщение в честь... Слушай, я тут всё смеюсь и переживаю... Может, такой взгляд на жизнь просто означает, что с тобой скучно не будет? А что у вас там случилось-то? Чё вы там обсуждаете, пока я вас культурно просвещаю? Вы правил эти статусы с кьюти-марками? Кому нужны ваши луки, когда есть огнестрел? Я вообще по жизни играю, знаете, а-ля... Халк крушить... Вот мой любимый стиль... Боя... Халк крушить просто... Где я? Где вход? Ха-ха-ха-ха-ха-ха... Недавно мне от входа начинаю изучать храмовую архитектуру... Так... Ну вот, допустим... Ага... Ну, видите, они вот как бы так вот сбоку эти штуки ставят обычно... Вот эти вот дощечки. Ну, это, короче, вы покупаете бумажку с... А, нет, вот на эти надо писать. Короче, тут покупка... Как у нас, знаете, свечки ставите, только там. Только там на дощечке пишите. Короче, они тупо где-то вот сбоку стоят. Так вот, спинкой к лесу. Вот. Тут вот. Это этот же, да, как раз таки, то, что мы с вами смотрим. Вот эти ворота. Тут, типа, проходишь, заходишь, и там, типа, помолиться можно. Наверное. Если пусть... Могут и не пустить. Тут какие-то фиговины. Ну, короче, мы сейчас, естественно, не так будем делать. Но я просто смотрю, где они что обычно ставят. Чтобы хоть немножко представлять себе. Потому что у нас, вообще-то, жилое помещение. Нам вообще надо где-то квартиры расположить. Ну, знаете, быть серьезным и скучным человеком тоже не всегда... Не, надо быть как-то организованным местами. Но надо меру тоже знать. Ну, короче, понятно. Кстати, тут вот колокол. Ну, колокол у нас такого ничего нету. Всякие зданицы. Я думаю, вы прониклись атмосферой. Сейчас мы что-нибудь такое нагородим. Прикольно. Слушайте, вот я так хочу съездить по-натуральному в Японию. Мне так нравится. Кстати, да, у них тут везде внутри галька. У нас огромный подвал под жилье. Не, ну, конечно, прикольно подвал под жилье. Ну, я бы все-таки домики сделала. Мне нравится, Крис мне кидал... А, кстати, вот эти вот тоже, смотрите, штучки. Мне... Это они такие высокие должны быть? Мне Крис кидал... А, вот эти штуки тоже прикольные. Ну, прикольно, кстати, сделали допы, я имею в виду. Крис кидал подборки японского косплея повседневного. И там есть человек, который попал на гугл-карты такой с блюром на лице. С распечатанным. Короче, они просто вот эти фонарики везде лепят. Под... Со смыслом и бессмыслом. А тут такой выходишь. Тут какие-то палаточки, лес. Прикольно. Что-то не пускает меня гугл дальше. Ну ладно. Какой-то более скользкий планшет, чем старый. Та-да, та-да. Убивает. А, ну я уже ушла из этого режима. Ну ладно, и фикс с ним. Ладно, значит, давайте у нас тогда вот эти мы дощечки расположим. Ну, во-первых, у нас это как бы вверх. Ну, то есть как бы это все еще земля. Вот. У нас, в общем, они где-нибудь будут тут. Две. Да? А здесь у нас будет это самое. Это что у нас? Ну, такое. Это все мы внизу раскидаем. Как-нибудь симпатично. А, это фонарики. Фонарики, на самом деле. Не уверена, что тут нужны, в принципе. Кстати, вот эта дура обычно двухэтажная, по-моему, у них. Ну да, эта дура обычно двухэтажная. Так, внизу мы сделаем раз домик. Тут два домик. Можно тут даже скалонады сделать что-нибудь такое. Ой. Что ты? Разошлась. А, ну, родировая. Так. И с этой стороны мы сделаем такой еще домик. Так, вот тут у нас будет, типа, пустое место. Мы тут, типа, площадь будет. Так. И внизу мы тоже сделаем... Так, а у них... Ага, есть вот тут вот огражденница. Вот поэтому... Бок уйдет. Вот тут. Наверху только. Тут у них огражденница идет. Давайте сразу, какого надо цвета. Какого нам надо цвета? Вообще, она у них невзрачненькая, как обычно. Но мы можем и красивое, и красненькое сделать. То, что это у нас еще, как бы, осень. Осень, осень. Короче, у нас тут везде будут ограждения, чтобы никто не выпал. А, всякий случай. Так, потом. А, вот это у нас, типа, камень. Так, мам. А, вот тут у нас тоже, типа, камень. Щебенка причем. Так. Так. Да какая плита это у нас? На что похоже? Давай, Несик. Вот у тебя халк крушить, а я люблю как крысы из засады сначала всех по стелсу гасить. Ну в генштонне со стелсом не очень, в плане там его нет. Нет, там есть парочка стелс-миссий на самом деле, сюжетных. Вот, но там из разряда пройти из точки в А точку Б, чтобы тебя никто не запалил. Вот, именно стелса в геймплее, там, ну ты можешь максимум спикировать сверху и как бы вдарить. Вот, это максимум. Что там нужно сделать? Здесь всегда изи играют за магов. Мне в геншине маги нравятся тем, что ими можно не целиться. Ты такой стоишь, ты пуляешь во все стороны. Вот, на самом деле, ну, теми, кто бьет, тоже можно не особо целиться, там, в кого-нибудь да попадешь. Но маги это вообще просто. Вот, на самом деле, если не играешь за лучников, то хотя бы один маг нужен, Потому что маги позволяют Сбивать, точнее, тех, кто где-нибудь сидит там наверху в засаде Как самый умный Вот лучники особо любят на башнях сидеть Чтобы за ними там не прыгать по 10 раз Можно, значит, это Типа Берешь мага и такой Пиу-пиу Пиу-пиу Короче, лисий храм просто Так Тут, кстати, дорожка должна быть Между прочим Так У них, кстати, внизу Везде щебенка Но мы, наверное, не будем так делать Пускай у нас наверху будет щебенка, а дорожка будет тут Типа, ну Ну, типа так, по приколу Так А вот эти Можно, кстати Короче, у нас по бокам Типа садик будет Тут мы колбасим Вот эти маленькие, наверное, можно не юзать. Потому что больше одних ворот... Ну, такие ворота есть там одна у них? Это причудливая штука с большим количеством ворот, но, наверное, нам в этом смысла никакого нет. Короче, вот это дерево внизу оставим. Я даже не уверена, такие деревья с завязочками их наверху ставят или внизу. Черт их знает, честно говоря. Так, а с этой стороны у нас пускай будет вот эта дурочка. Вот так. Потом. Вот это, наверное, можно... Нужно, конечно, сюда воткнуть. Так, конечно, не делают. А там не было таких же, только без фонариков. Вот были. Угу. У дерева прям. Так, это дерево не наше. Дальше дерево вон там. Так, сейчас дайте-ка сохранюсь. Почему вы не смотрим эти Геншин? Потому что она на консоли, которая в другой комнате. Поначалу немного бесило, что в Геншине всегда надо успеть выворачиваться. Потом привык. Маги из башни сложновато противника сбить. Ну, его сбить нереально, я их просто запинниваю там, наверху. Лизу раскачала, но меня сейчас мочит всех красота. Террарию призывателя. За призывателя, наверное, прохожу. Я, кстати, не помню, за кого я в Террари играла. Смотрела видос про Геншин. Типикал китайская игра с донатом про вайфу. Лично я предпочитаю что-нибудь побрутальнее. Да, это... Это... Проняна, как икунов. Как вот играть? Берешь и играешь. Люди из Геншин ПК стримят. А, ну да, Геншин есть на ПК, просто я играю на консоли. А сейв с консоли на ПК нельзя перенести. Никак. А с консоли я стримить могу только без микрофона и без всего остального. То есть просто видеопоток я могу выдавать. Я не думаю, что вам это интересно. Так. Давайте причешем наш... Вот это вот еще тут немножко. Сейчас. Вот. Вот это вот, наверное, мы сюда. Сейчас. В принципе, в принципе, вот тут кладбище, конечно, сойдет. Сейчас немножко тут раскидаем. Вот это все такое. А тут у нас кладбище. Только возле стены, наверное, надо сделать. Кстати, я вот не уверена... Вы видели японские кладбища? Я очень не уверена, что конкретно у них там находится. Ну, в плане там... Такие... Ну, там как бы... Прямо люди целиком лежатся. Скорее всего, там вообще ничего не лежит. Просто такие камушки. Вот. То есть что они их в основном кремируют. Не в основном, а кремируют. И я что-то вообще не уверена... Как бы... В общем, вот в этом вопросе я не очень разбираюсь, что именно находится на японских кладбищах. Ну, в плане вот... В Америке у нас там прям лежат скелетики. Вот. А в Японии это как бы кремируют. И... Такие... Если вы посмотрите на японское кладбище, это такие узкие-узкие дорожки. И вот там прям вот эти вот маленькие штучки стоят-стоят-стоят друг на друге. То есть там явно тоже никто, походу, не лежит. Это вот, мне кажется, это как... Просто там табличка, чтобы куда-то ходить. Я не знаю. Никто эту тему не читал. Надо как-то почитать. Это чувство у меня какой-то пробел в моем образовании. Такой самой малости. Мне кажется, там прах. Насколько я знаю, дома они вроде прах не хранят. У них там просто алтари с фото. Ну, может быть, наверное. Фиг его знает. Не знаю. Надо реально почитать эту тему. У них есть электронные кладбища. Ролик на эту тему смотрела. Ну, меня больше вопрос интересует вот классических кладбищ, чем электронных. Экшн-РПГ с... Экшн... Экшн-Жи-РПГ. С друзьями... Ну, там есть пользовательский режим. С друзьями-то играть можно. Вот только я не знаю, как там... Конкретных друзей можно ли приглашать. Потому что мы этим вопросом не интересовались. То есть сама по себе функция играть с другими игроками там есть. И в некоторых случаях она... Ну, мне не очень нравится. Ну, в плане... Если... Просто могут попадаться неадекватные какие-нибудь, как и везде. Знаете, никогда не знаешь, попадется тебе адекватный игрок или неадекватный. Ну, неадекватный в плане... Я один раз... Ну... Там, кое-что фармила. И... В общем... Заходили в данж. И чувак просто в начале данжа встал и стоит. И ничего не делает. И мы без него начать не можем. И он никуда не уходит. Ничего. Короче, пришлось... Это самое... Перезагружать игру. Потому что кикнуть его не смогли и спать. В общем... Люди... Они везде люди. И... Мне в соло нормально. Вот. Но сама возможность там есть. Так. Если очень надо, то есть. Почему не создать чисто новую для стримов? Потому что ты себе не очень представляешь, что это за игра. Нет. Некоторые, конечно, два аккаунта пытаются делать. Но это Unreal. Там очень много контента. Конкретных можно. Можно по номеру френдиться. А, точно. Да. Там же есть номер игрока. Да. По нему, наверное, можно добавлять. Да. Спасибо, Пупер. Ну, короче, да. Можно там конкретно с конкретными людьми играть. Вот. Очевидцы говорят. Вот. И если есть друзья играющие, то, наверное, все гораздо интереснее становится. Кстати, вам не кажется, что у меня немножко неправильно... Немножко на разном уровне. Так. А что это не подвинулось? Я думаю, что за фигня? А, нет, стоп. Это уже за рамки. Вот. Так лучше. Это как-то коряво было. Я понимаю, что за игра, но все равно хочу Геншина, Тома. Плак-плак. Там ограничения есть на количество друзей. 40 человек, кажется. Ну, больше, наверное, не надо. Нафига тебе больше? Терпеть не могу кооп-игры. Ну, Геншин хорош тем, что там почти все можно в соло спокойно делать. Там есть, конечно, некоторые, так сказать, достижения, которые только с друзьями можно сделать. Но в целом... В целом. Играй себе спокойно, и никто тебя никуда не гонит. Так. Давайте мы немножко... А тут есть какие-нибудь? Нет, да? Я хочу сказать, есть тут какие-нибудь жопани с крыши, но, походу, нет. Я хотела сказать, что давайте мы решим, где у нас что будет. У нас сколько персонажей? Сколько у вас тут? Раз, два... А, кстати, пруд для карпа мы с вами не сделали. Вот что мы с вами не сделали. Давайте вот здесь впихнем пруд. Какой-нибудь. А, ну пруд как бассейн надо делать, наверное. А, Ансен много места вообще занимает? Да, дождите, у нас же есть горячий источник. Сколько он вообще места занимает? Где он вообще? Горячий источник. А, он небольшой. Я-то думала, что там что-то суперогромное, он же маленький совсем. Давайте туда впихнем. Тут у нас еще будет источник, где у нас будет рыбка плавать. А то ему будет скучно. Если нигде плавать нельзя будет. Так? Он как джакузи, по сути. Играю с чуваками, с которыми в армейке служил друг другу, помогаем с мировыми боссами. Ну, на боссов прикольнее. Ну, быстрее просто. Быстрее. Вот. Если есть с кем... Как это? С другом любая игра будет классной. И че? Вчера в Doom 2 играла. Такая ностальгия. Ехала в автобусе, видела, как пацаны-подростки в геншин по сетке на смартфонах лобились. Ну, классно. Че? А, в друзья можно добавлять с определенного уровня. Человек, который привык делать все самое в жизни, дико бешусь с присутствием других людей в моей игре. Поэтому предпочитаю соло. Ну, я предпочитаю, потому что я играю плохо, откровенно. Вот. И мне как-то стыдно. Поэтому мне проще самой. Короче. Вопрос в жизни. Давайте решим, кто где будет жить, что у нас вообще за постройки будут. Короче, у нас 5 человек. Нам надо, соответственно, сделать спальни где-то. Вот. И где-то столовку, где-то ванну. Но тут можно сделать вот эту самую маленькую, сделать, типа ванну-суалет. Такая. Вот. Здесь, допустим, спальня, а здесь, допустим, столовку или как-то так. А что у нас есть по обивке? Что у нас вообще добавилось с этим дополнением? У нас добавились вот такие штуки. Так, ну, вообще там, конечно, все колоннадами сделано. Но мы, в общем, как бы переходим к изображению того, где можно жить. Без вот этого вашего. М-м-м. Короче, как сделаем, так и будем. Потому что у них, ну, вот у них какие-то такие стены. Ну, если не прям храм-храм, то у них вот с квадратиками. Такие вот. Гроза подъехала на ледяной апокалипсис. Почти 15 гигов. Ну, да. А ты думаешь... Да все игры такие сейчас. Ну, которые вот Теру я качала тоже. Примерно такая была. Ну, злое снова дополнение. Дея. Так. Короче, вот это, да? Наиболее похожая штука. А есть какая-нибудь более красноватенькая? В чем разница? Что у меня еще есть? У меня никаких своих таких штук нет. Или свои у меня только внутренние... Декорации. Ну, не, у меня, походу, своих ничего такого я не качала. Ну, не, у меня. Ну, не, у меня. Ну, не, у меня. Долго скачиваю, не а ты как хотел. Так, я это самое тут пытаюсь что-то делать. Такие звуки такая... Пуньк-пуньк. 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 Надолго как Стар Дью Ты имеешь ввиду или что Так Мне кажется Знаете, нужно еще Центральную крышу Можно еще вокруг домов Вот такие штуки сделать Ну полоски Немножко выделить Можно сделать даже еще дорожки Чтобы был именно как комплекс Делаем Это жопанис санаторий Кстати, я думаю, что после Вот как мы храм доделаем У нас же теперь есть гора Где постоянно зима Можно будет зимой делать Зимних животных, представляете Можно будет делать зимних животных Как вот эту штуку доделаем Каких-нибудь там Медведей Барса снежного народ просил Я помню Вот, так что Будем потом с вами Учиться иглу устроить Как это У нас будет Очень широкий кругозор Ей, санаторий Старджью и Майн быстро качаются Ну так, блин А там еще постоянно докачиваться Все будет Там же куча всяких обновлений Там, блин, каждую неделю Какие-то ивенты Короче, в Геншине На самом деле Главное знать меру Потому что Контента там Настолько много Что Как бы Весь его не перегриндишь Наверное Ну в плане Не то, что там Гринда даже много Там просто Вот реально Одна акция закончилась Другая началась Там Туда-сюда Как бы Постоянно Есть чем заняться И вот Как-то Надо мочь Себя контролировать В этом плане Ну это как В принципе Аналог Пунифермы Тоже Знаете Там Что не неделю А то Какая-нибудь Развлекуха Так Надо как-то Центральное Немножко Сделать Покрасивее Остальных Например Сделать Там все-таки Колоннады Ну это Как бы Такие А вот Это Надо Сейчас Будем Как-нибудь Красивым Делать Сейчас Давайте Посмотрю Там Во-первых На крышу Какой-нибудь Надо Декор Добавить Там У них Обычно Очень красивая Какая-нибудь Фиговина С морковиной Шпили У них Там Обычно Бывают Или Просто Сделать Вторую Крышу А если Попробовать Сюда Добавить Еще Одну Крышу Вот Такую Вот Эту Чутка Опустить Так И сюда Втыкнуть Еще Одну Вот Такую Крышу Ну да Так Лучше Он так Выделялось Крышу Кстати Вот тут Вообще-то На самом деле Тоже Еще Одна Лестница Нужна То есть Конкретно Центральное Здание А можно Его Отдельно Поднять Или Нифига Нет Или Не Весь этаж Поднимается Так Нифига Нифига Так У них Вообще Вот В этом Здании У них По центру Что у них По центру У них Должен быть Типа Алтаря По центру У них Видите Вот здесь Типа Короче Углубления И Алтарик Вот и хочу Сделать Колонны Ладно Сейчас Что-нибудь Типа Такого Сделаем Хочу Питься Блин Тюлени Можно Тюлени Наверное Не знаю Тюлени Русалка Делать Окей Гугл Как рисовать Рогопони Чтобы он Прилично Выреженил Ха Ха Сделаем Снежного Барса Назовем Тайлунг Полный Песец Геш Нам все еще Мучаюсь Но есть прогресс Научилась Через несколько Колец Пролетать Теперь осталось Только тот Ветряной Поток Поймать Чтобы До верха Долететь Ну Да Мы в тебя Верим Ты сможешь Осилить Эту Это Непотребство Под названием Этот Планер Ну там Да Там Не так Что Прям Очень Просто Горный Алтарь От другого Ну у них только Горный Наверное Алтарь Есть По-моему Других Алтарей Нам не Завезли Так что Будем С этим Делать Кабина Самолет Немножко Не то У меня еще Вот эти Вот штуки Есть Кстати А вот Там куча Фонарей Которая была Это В освещении Было Вообще Куда-то Ж повесить У меня тут Просто Было Из этого Самого Который Я качала Тут такая Прям Охапка Гирлянд Была Где-то Кстати Мы тоже К себе Сейчас Куда-нибудь Поставим Там Фонарики Тоже Есть Где-то Она Была Кто Помнит Как Этот Дог Назывался Наверное Это Было В Украшениях Тут Вот 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 это Дура Надо же Куда-нибудь Повесить А может На Долтаре Мы повесим Будет Симпатично Только Его Надо Еще Вглубь Сделать То Есть Как-то Так Наверное Т després Теперь Давайте Там еще и качельки есть, боже мой, как мило. Чуть выше фолнарики. Понимаешь, там второй этаж начинается. Я, конечно, попробую, но не уверена. Можно. Или это этот же этаж? А, нет, это этот же этаж, сори. Я тупая. Все хорошо, это другой этаж. Это у меня глазомер, не глазомер. А где там у меня тут такие красивые были? Нет, это все панурамор, да, наверное? Да, это все панурамор, а вот эти вот красненькие тут такие еще были. Вот эти. Вот эти вот красненькие. А что там по колоннам, кстати? Есть тут какие-то... Мда. Очень неподастая колонна. Так, какие у них там колонны-то? Ну, просто деревянно-красные, наверное, какие-нибудь. Ну, да, какие-то просто красные деревянные. Так, как ты... Хаю. Как ее я сделал. Какая-то деревянные, как это... Так... 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 Жалкое зрелище. Вот. А там у нас будут жить вот эти замечательные создания. Всякие китсуны, акамии и прочее. И прочее замечательные люди. Так. Че, а я колонны пыталась выбрать? Что тут красненького есть? Фигня. 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 Ну, такое. Каким богом это красная колонна? Вот. Вот это, наверное, оно. Короче, это вот эти, да? Ну, наверное, потому что шо-то мне кажется, что ничего ловчее. Ну, слишком резная. Прям слишком. Мушко. Субтитры сделал DimaTorzok Да, отдай же ты Такой не очень Так, а между ними у них заборчик Вот, у них тут всякие такие Ля решеточки идут Ну, в целом, где есть, где нет Курама Курама Мне дает Наруто Который девятихвостый лист Курама А еще это Этнографическая группа узбеков и казахов Серьезно Ну, вообще, это вот этот товарищ Это который Курама, это который типа Китсуна, так мужик В данном контексте Агенши на ПК и телефоне разные Они Ну, как бы Там интерфейс отличается, но Аккаунт можно с телефона на ПК Короче, ПК и телефон можно связать Ну, в смысле, туда-сюда можно перелогиниваться, насколько я знаю А отдельно идет только PlayStation Потому что PlayStation Там другой формат Сохранения данных или типа того Поэтому он идет отдельно А все остальное можно перекидывать, в принципе, как угодно Ну, вроде Я сама и Не юзала Ой Вот 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 Мимо-мимо Раздражаешь, что колонны приходится по одной таскать? Честно говоря Бисит прям вообще А что Почта России заказывал? Да кемакуру жду? Из Салика заказывал? Зато новая почка очень-очень вкусно выглядит Короче, это самое Мы заказывали Когда этого На Коламбуса, который ростовая тоже Типа сосиска большая Его так прикольно Спрессовали китайцы Приходит такой пакетик Вот такие, а там реально такая огромная подушка будет? Реально оказалось Они его так, знаете Скрутили, скрутили Он такой, оттуда из пакета С другого сайта Ну, придет, что Купила на Али 1 на 1 Мне очень нужно Назовы хорошие Но его, блин, до сих пор не отправили А, мех Ну так 1 на 1 же Я же говорила, что Мы заказали, допустим, мне чехол Потому что И глазки Потому что Когда на 1 на 1 заказывают Что как бы Ну типа Все заказывают И там потом очень Большая пробка получается И поэтому В общем Мы, допустим, в этом году Решили заказать Заранее Немножко Потому что Как бы Как бы потом пробка Это вот Пуперу повезло У него С это самое Было На складе В России Планшет А так теперь Можно долго ждать Пока отправят Пока придут Потому что Все заказывают Подарки на Новый год И, короче Там как бы Да Малость пробка Малость пробка Такая Самая Малость Небольшая пробочка Сегодня выходит Плойка в рашке Да Сегодня выходит Плойка в рашке Уже вышла Вот Идет Вот Пошла Пошла Больше на лиса Похоже Чем на крысу На лиса Конечно Это же лис Чем крыс Это да Но обычно Отметку об отправке Все равно Ставят Вот этот заказ Еще обрабатывают Переживая Да не Отправят Ельга Не переживай Я думаю Все будет хорошо Просто что реально Ну представляете Какой поток Все же заказывают Всем все надо Все такие Ай Мне надо И мне надо И все заказывают И заказывают И китайцы такие Потождите У нас только две дуки Извините Если кто-то есть Я не специально С таким акцентом говорю Короче Ну Блин Людей понять можно А есть Какие-нибудь Красные окна Почему у вас Все красное Есть Кроме окошек Что за Как-то Дискриминация По оттеночному Принципу Серьезно Вы не добавили Красных окошек Ну вы такие Не очень Правда Добавили они Красных окошек Вообще Там есть окошки То в этих штук Ну какие-то нам Нужны окошки По любасу Вообще без окошек Что лежит Вообще Конечно У них не то Чтобы есть окошки У них в основном Всякие резные штуки Штуки резные У них как правило Колоннами все идет Хотя вот тут допустим Окна есть наверху Так Ну это вообще Уже не то Надо Ларек С продажи Этих самых Короче Табличек Во Видите У них есть окошки В принципе Нам любые красные Наверное Подойдут И что у вас есть Из красных окошек Признавайтесь Ну вот такие В принципе Подойдут Я думаю Лучше чем вообще Без окошек Логично Ну это они такие Не очень Что Кстати У нас в этом здании Будет лестница Что у нас это вообще За здание Так Тут лучше двери сделать Кстати да Давайте-ка мы двери Сделаем А то я что-то Не очень уверена Что у нас вообще Что у нас Раздерживает дверь Смотрите какая красота Суперская Это явно Надо вот сюда Там где комнаты Жилые будут Очень классная Дверка Так Короче Какие двери Вы добавили С этим Апдейтом Конечно же Никакие красные Да Судя по всему Да Хотите красные двери Как говорится Фиг вам Фиг вам Они красные Двери Спасибо Вы очень Внимательны Спасибо за субтитры Это внешкомнатные Это внешкомнатные Черные Поставь Черные Как-то Лучше Тут Коричневые Чем Черные Черные Будут Сильно Контрастировать Норм В принципе Они не сильно Выбиваются Ладно Возвращаемся К окнам Возвращаемся К окнам Так Цвет У вас просадки ФПС идут? Блин Сорян Если что Сижу Забыл Что-то Сделать Но так Всегда Бывает Такой Сидишь Такой Ой А что-то Я не Сделал Кстати Наверное Лучше Не эти А вот эти Кстати Вот этот Сад Окошек Из Я звезды На самом деле Я звезды Get famous На самом деле Очень классный Он очень универсальный Вообще Можно пихать Куда захочешь Фактически Мне это в нем Очень нравится Ну вот эти Квадратиками Которые Он очень универсальный Много К каким стилям Его можно сунуть Будет хорошо смотреться Я думаю Нам бы на самом деле Лянсен Сюда Куда-нибудь Перенести Ну тут Места так много А там Он будет Как-то Сбоку С припеку Да и Лестницу Под него Тут Тоже Фиг Сделаешь В смысле Было бы Прикольно Если бы То есть Они Здесь Сделать Ну типа Душ И они Подсюда Сюда Спускались И тут Букопались Тут еще Одну Лестницу Впихнуть Но это Надо будет Если туда Впихивать Еще одну Лестницу Допустим Сюда Если тут Допустим Впихивать Еще одну Лестницу То надо Делать Здесь Укоживать Чтобы Укожить Нам надо Сделать Что? Чтобы Укожить Допустим Нам надо Сделать Сделать Чтое Допустим ли Сделать С parapher Допустим Допустим Укожوع Укож Субтитры сделал DimaTorzok Такой тагедык-тагедык-тагедык Иван Сен Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Слишком просто? Ну ладно, пускай так будет. Мне не очень нравится вот эта вот текстура стен, но, честно говоря, я даже не знаю, что тут вместо нее можно втыкнуть. Ну, насчет крыш, они, конечно, у них тоже более витиеватые. А, у них еще коньки есть еще, конечно, блин, ну это вообще... Это самое. Просто вот такую пагоду, как вот в середине вот эту вот многоярусную, я делать точно не хочу. Вот, я хотела максимум такой. У них, кстати, может быть, крышу добавить еще в середине... Блин, в середине крышу я не добавлю. В середине можно добавить конек, интересно? Можно ли вот тут в среднем этаже, так сказать, добавить конек? Ну, не конек, а вот эту вот... Как тебя называют? Ну, можно, конечно, какую-нибудь... Такую бодиагу накрутить. Будет более праздничать. Опять-таки... Не, ну, черный вообще не в кассу. Слишком. Похоже на храм повелитель ветров изоблили. Не знаю, что смущает. Белый цвет или обилие зданий. Мне кажется, дело в крышах. Ой, хоза, хоза. Так, так, по поводу крыш. Ну, крыша, да, конечно, очень простенький. Мягко говоря. Сейчас я пока гляну. А, в смысле, что здание отдельное, а хочешь, чтобы вот с переходами было? Не, ну, переходы-то тут замутить можно. А по поводу крыш... Ну, видите, они у них... Ну, вот двойные и еще более выгнутые. Ну, так я в СИМСе не сделаю. В смысле, там у нас такого инструмента просто нет. В смысле, я могу их еще сделать шире, конечно, наверное. Или не могу. Могу сделать их еще шире. Допустим, на главном здании это будет вполне в тему. Вот. Но... Концы загнуть, скажем так, я не могу. Вот здесь, кстати, можно соединить фонариками вот это вот конкретно место. Вот это место можно сделать, ну, чтобы оно как в комплексе смотрелось. Можно закрыть фонарями какими-нибудь. Только они слишком жирные, да? Можно наискосок вот так сделать при желании. Крыши для храма дюжи простые. Ну, блин, тут уже как бы... Тут как бы это самое... Что имеем? Потому что здесь никаких тематических украшулек не добавили для крыш. Ну, допуски. А, вот у меня есть дракон. Хотите дракона добавлю? Токио Драгон Корнер. Хм, это, кстати, корнер. То есть, это под фриза. Кажется. Или это корнер сбоку. А, это вот так можно вбок сделать? Ну, я могу вот вам дракончиков. Только на белом есть. Вот, могу сделать вот такие вот штуки. Которого все равно не видно, да? А он... Ну, он вообще подразумевается под крышу. Так, а если сделать... Вот здесь... Тоже... Два этажа. Не, он, походу, вниз должен крепиться. Фигня какая-то. А и зачем он тогда такой нужен? За чего это? Допы какие-нибудь есть? Блин, Луна. Те допы, которые мы с вами, помнишь, искали? Что было, все выкачали. Больше я не видала. Крышу сильнее выкнуть. Ну, понимаешь, они... В плане... Вот это... Я конец не могу поднять. Регулируется только вот эта штука. То есть, вверх только регулируется. Можно сделать более плоскими. Конец, как вот у японских, вот что у них концы вверх поднимаются. Тут такого инструмента, к сожалению, в принципе не существует. Могу только вот эти регулировать. Верхний конец. Вот, если их еще больше выгибать, они просто более плоские становятся. Ну, так как-то по объему, мне кажется. Не знаю. Привет. Может, вместо перил светится на бордюрах, типа... Может... А, вместо перил на бордюры ставится? На бордюры вместо перил. Сейчас я не могу сообразить. Что, сразу в блин луна? Я не в блин на луну. Ну, и вы поняли. Короче, я не понимаю, куда вот это вот вообще надо. Для чего это? Я бы поняла, что если бы там надо было под крышу ставить. Ну, как конек. Но он не ставится, он ставится вниз. Непонятно зачем. Очень странная штука. Еще, кстати, можно вот тут бы неплохо бы сделать... Хоть что-то. То как-то совсем куценько. А если попробовать... Что там еще было? Там еще было... Ну, не вот эти вот, а если попробовать... Блин. Что, мне кажется, шило на мыло. Ну, вот есть вот такие, допустим, стены темные. Ну, так мне еще меньше нравится. Ну, то есть, есть еще вариант... Вот с такими дощечками. Ну, это из того, что они предлагают. Вот такое, типа, дерево. Ну, это как-то очень... Сразу темно. И как-то вообще на избушку становится похоже. А из доповского, допустим... А из доповского, допустим... Можно, конечно, вот этим красным зафигачить. Он более помпезно смотрится. Допустим, хотя бы основное здание. Не знаю. Что-то много красного. Too much, наверное. Но зато празднично, смотрите как. Как вам такой красный вариант? Или вот черный. Блин, не знаю. Ну, как там, блин, нет. Too much, красного. С красным меньше похоже на больницу. А с черным вот с этим вот. Вот с этим вот. Если вот там чуть-чуть красного, чуть-чуть черного. Через этажик. На перебор. В магазинах перед магазином ставят львов. Но у нас внизу храма есть такие вот. На... Туплисике. Вот. Но это драконы, я просто не пойму. Они... В плане... В игровом плане, куда крепиться должны. Не очень понятно. Храм Бетлджуса. То есть, оставляем белое. Еще? Еще. Сейчас. В принципе, из деревянных... Что тут есть еще? Из деревянных еще есть вариант из... Блин, ну, Сулани тут вообще не в кассу. Мне кажется. Мне кажется. Что-то перебор. Недобор. Ой, ну что, будем заканчивать? Давайте я, может быть, поищу какие-нибудь. Да, уж. Давайте, короче, на этом закончим. Я тогда попробую поискать какие-нибудь вот эти вот. Может, кто-то что-то перекрасил более интересные? Потому что мне не очень реально. Ну, в смысле, этнический норм, но очень непраздничный, действительно. Что нам еще надо поискать? Тут. Вот это вот, может быть, кто-нибудь рекалорил. Он прикольный, конечно, но хотелось бы поярче. Ну, и с крышей мы, да, я бы добавила какой-нибудь декор, был бы там нормальный какой-нибудь. Вроде как на крышу, но я хоза. Так не крепится на крышу. Что-то фигня в том, что он у них крепится. Правда, я бы сказала, что это не прикрепляется. Оно как бы есть, но как бы куда его втыкать? Я не понимаю. Так, naked не стримит. Значит, заканчиваем. Короче, продолжим тогда, наверное, через две недели, получается. Если кто-то какие-то допы найдет, можете делиться. Мне вот именно постройки по-жапанизской, может быть, какие-то вот в колтарю что-то еще там можно, там, блин, не знаю, вообще. Ну, короче, надо вот стены поискать нормальные. Эти стены что-то как-то очень простенькие, реально. В субботу у нас будут новости из Tardew, так что у кого будет время, приходите. От красного глаза хрипит, так и надо. Все, всем большое спасибо за кампанию и предложение. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok